Здравствуйте, друзья! Фон Бэд, чемпионат континентальной хоккейной лиги. Сегодня воскресенье, выходной день, и это отличная возможность сходить на арену. К тому же в том, что заполнится в Омске, но сомнений практически никаких нет, потому что она просто берет и заполняется всегда. Раз мы в Омске, значит у нас играет авангард. И в гостях сегодня Куин Лунь, конечно, совершенно в разном состоянии команды, но тем не менее у Куин Луня так-то две победы в двух последних матчах. Да очень непростой соперник, сложный после двух побед. Это дисциплинированная команда, организованная и техничная, поэтому ждать от них можно все угодно. Надо самим нам играть на тех же скоростях, с таким же старанием, с такой же дисциплиной, как мы играли на выезде. Ну и хотелось бы, чтобы это было наше... Нет, на самом деле не хотелось, чтобы это было наше оптимальное. Хотелось бы быть еще в лучшей форме, чем сейчас. Чистяков в центр, и шайба доходит до спунера. Он побежал слева, Ткачев, спунер. Гол 1-0 в первой смене, 43-я секунда. Спунер с передачи Чистякова. Но, пожалуй, не проходила она тут на Ткачева, поэтому Райан решил самостоятельно. Ближнюю девятку. Авангард сразу показывает, что он собирается нормально своего тренера, главного поздравить с днем рождения. Поехал вперед. Ничего же можно бросать, да. Как-то так, знаете, расступились перед Шулоком. Мне даже сказал, что мог не только бросать, но и целом. Спроу левее. Бросок внизу поставлен. Клюшка Тайлер Вон пытается добить. Это Лобхард не отправил шайб в ворот с пятака. Там выручил Мишуров. Спроу. Куин Вон должен быть в шестером. Да, Куин Вон в шестером. Тайлер Вон. Еще наброс подставления. Это гол Спенсера Фу. Седьмое набрано для Спенсера Фу. Тайлер Вон тоже поучаствовал. Именно он набросил. А, слушайте, а может быть и... Может быть вообще и Вон забил, потому что здесь такое у меня подозрение небольшое пока, что это было от ноги Шулока. Так что не факт, что Спенсер Фу. Да, вы знаете, Спенсер Фу-то не касался. Это шайба Тайлера Вона. Меркли. Дали ему время. Он этим временем пользуется. Отдает. Гол. Гол. И этот гол забивает Калифорд Фу. Ну вот очень много времени дали Райану Меркли. Просто посмотрите, насколько грамотно сыграл защитник Куин Вон. Ну это же просто вот никуда не спешит. Зрячий. Голова поднята. Отдает не самый очевидный пас. Этот пас проходит и Фу забивает. Пошел авангард. Встал авангард. Передача в центр. Пьянов поставил плюшку. Да, это его точка. Так он много забивал в Сибири. Пятером Куин Лунь. Все две минуты в этом большинстве провел авангард. На дальнюю Ткачев 2-2. Это формат 5 на 5. Но эти... Ну вот опять. Спунер, Буше, Ткачев. У всех уже семиматчевая серия с очками. Просто до этого забивал Спунер. Вот сейчас в уше пас у Ткачева. Гол. Они вновь... Они вновь всех разрывают. Я не знаю, что тут еще добавить. Все сделал. Сам притащил шайбу в чужую зону. Спенсер. Пул за спину себе. Брэндон и бросок. Очень красивая комбинация в исполнении игроков Куин Лунь. Вообще хороший первый период. Такой очень интересный. Хороший период в исполнении нас и их. Хорошая атакующая игра. Будем стараться выйти вперед в следующем периоде. Направо сыграл. И бросил от синей линии. Попытка сыграть на добивании. Но, в принципе, там Локкер так-то добавил. Может, не очень сильно. Вон. Это гол. Это гол. Да, вон она. Шайба-то зашла. Зашла. Ну, то есть сразу можно сказать, что он забьел. Супер-результативная игра. Пять голов уже Афилати отбывал командный штраф. Ну, вот тут сейчас глянем, было касание или нет. Да не было касания. Он просто вонзил ее туда под перекладину. Спунер на Ткачева. Тот в касание не попадает Владимир. Конечно, не идеальный пас, но комбинация хороша была. Опять с вершины поднимается. Но в этот раз не стал бросать касание. Он ошибается. И побежал в атаку Спенсер Фу. Не забил. Не забил. Ничего себе. Там самое-то удивительное, что шайба прошла сквозь ноги Мишурова. Но не попала в ворота. Паркер Фу. Хороший перевод. Спенсер Фу. Еще бросок. Но тут Мишуров. Тут Мишуров четко уверена. Хотя и начало атаки. И вот этот вот перевод от одного брата на другого. Сыграл нас Пунера. Райан в угол. Красиво. Буше в ближней. Кто подберет. Но Чистяков оставляет. Скачев. Наверное, понимаешь, что лучше, чтобы тот распоряжался. Хотя Семен тоже может. Ничего опасного пока. Меркли решил поменять немножко свою позицию. И на дальнюю отдает. Макмилом добивает. Отправляет Мишуров. Подбирает Кунь-Лунь. Это есть, да, появился Абросимов. Ткачев на Киселевич. И Буше. Это 3-3. Вот вы знаете, тот случай, когда, в принципе, было видно заранее, что шанс на то, что счет станет равным, крайне велик. Ткачев на Киселевича. Тот щелкает. Но шайба от Жуська отскочила таким образом, что там уже практически без шансов. К Буше нужно было попасть. Да, я думаю, что мы играем хорошо. Мы играем, я думаю, много 5-on-5. И просто делаем какие-то ступидные ошибки, которые нам стоят. Поэтому я думаю, что мы просто должны остаться от бокса и начать играть в их зоне 5-on-5. И ограничить наши ошибки, и мы все равно. Я думаю, что мы сегодня достаточно здорово играем. 5-on-5 у нас, в принципе, все получается. Но допускаем какие-то вот такие мелочные удаления, которые могли бы не допускать. И за счет них у соперника получается реализовывать эти удаления. И так получается, что пропускаем под конец. Конференции. Шулак. Николишин. Продвижение вперед от Ивана. И бросок. Бросок от Николишина. Наловит его Джурусик. Подбивают у него шайбу. Он же ее подбирает. Он на вершине. Он бросает. Шайба за предел площадки улетает. Высоковато. Спенсер Фу. По широкой объезжает Гуляева. Бросает низа. Нет, вон она, шайба. Ее видно. Вон шайбу видно. Она не пролезла под Андреем Мишеровым. Ткачев. Шестяков поехал в атаку. Спунер тоже там. И на дальний угол. Спунер. Ну, как они? Как они это делают? Все работает. Понимаете, проходит даже то, что по идее не должно проходить. Вот как Ткачев там, наверное, она в миллиметре от конька соперника проехала. Спунер замыкает. 4-3 авангард. Гераськин. Так, Гераськин. Гераськин забивает. Гераськин забивает, друзья. Он забивал в последний раз очень давно. Вот мне интересно, Джирусик, почему он как-то так неуверенно действовал. Ну, то есть... Вот видите, мне кажется, он просто не успел переместиться. Он может думал, что... Но, с другой стороны, там и на штанге никого не было из игроков Куйнуня. Где все? Можно и бросать. Он делает передачу. Ип на дальнюю. Вон! Вон! Не попал! Он промазал! Он промазал просто по пустым воротам. Вон, налево. Пришлось сбрасывать. Мишуров плохой выход. И в момент успровал. Мишуров тащит. Макмиллан не бросил. Чем дальше, тем интереснее это называется. Ткачев. Возможно, этого шанса и не будет вовсе. Нет вне игры. Рич. Ричи свадили. Куйнуня. Момент. Это гол. Это гол. Какой-то там ногой непонятно чьей. Но шайба в ворота влетает. Забил. То это вообще будет прикол, конечно. Вы знаете, забил. И правда, Сомерби. То есть, Сомерби. Вон. И кто еще там в начале? И Пу. Это люди, которые весь сезон не забивали. И вот в ворота авангарда у них полетело. Просто так себе Шеребзянов выкидывает. И Спунер может за хитриком. Нет, он отдает. Вне игры нет. Буше. Буше догоняет. Голдобина. В списке снайперов. Всей лиги. Дубль у него. Дубль у Спунера. Спунер мог хитрик делать. Но сделал пас. 6-4. Ну все, да. Авангард побеждает. У Авангарда продлевается победная серия. Теперь она состоит из 6 матчей. В двух последних Авангард забивает каждую игру по 6. Один раз в ворота ЦСКА, другой раз в ворота Куньмуня. Ну такой тяжелый, напряженный праздник был. Потому что сначала проигрывали. Пришлось два раза догонять команду. Вроде играли лучше и больше моментов. И все. Но контратаки здорово. Куньмун на контратаках и в большинстве действовал. Было несколько неоправданное, конечно, удаление. Ни к чему. Приходится многим сидеть. Кто-то играет. Такая игра получилась рваная. Но слава богу, выиграли. Спасибо ребятам за подарок. То, что выиграли. И порадовали меня в мой день рождения. Ну, безусловно. Скажем, без первого звена мы выиграли 4-1, если я не ошибаюсь. Без первого звена выиграли 4-1. Но, к сожалению, в хоккее играют не только одно, а все остальные. Поэтому счет как бы на табло. И очень большое количество удалений, которые реально нас подвели. Особенно против такого большинства, опять-таки, довольно-таки тяжело. Ну, мужики, спасибо огромное за подарок. Это самое главное. Остальное, наверное, все забыли, выиграли. Двигаемся дальше. Всем спасибо.